В Тираспольском юридическом институте продолжается приемная кампания. Уже скоро начнутся вступительные экзамены для курсантов. С начала этой недели объявлен дополнительный набор девушек. Документы на поступление будут принимать до конца июля. Это нововведение вуза. Набирают курсанток научное отделение по специальности правоохранительная деятельность. Вадим Катьков продолжит тему. Лейтенант милиции. Звание, которое присваивают после выпуска из ТЮИ. Теперь получить звездочки на погонах смогут и представительницы прекрасного пола. Юридический институт объявил набор курсанток на специальность правоохранительная деятельность. Высшее образование девушки получат совершенно бесплатно. В отличие от юношей, девушки на казарменное положение не прибывают. Они обеспечены трехразовым питанием, обмундированием и убывают вечером домой. Программа обучения идентична по одному и тому же учебному плану, как для юношей, так и для девушек. Набор курсанток проводится не впервые. В 90-е эта практика показала хорошие результаты. Выпускницы тех лет до сих пор служат в подразделениях Министерства внутренних дел. Одна из них Наталья Левинская. В ТЮИ пошла по настоянию отца продолжать семейную традицию. Каждый год на День милиции я папе говорю спасибо за то, что он, можно сказать, принял за меня вот это судьбоносное решение. И работа, которая была связана с тем, чтобы помогать людям, связана с тем, что приходилось всегда находиться в определенных условиях, которые напрягают и тем самым двигают развитие вперед, она действительно была очень интересная. Требования к девушкам такие же, как и к юношам. Гражданство Приднестровья – хорошая физическая форма и сдача вступительных экзаменов и испытаний. Абитуриенты приносят сертификат о сдаче ЕГЭ по родному языку и непосредственно в ВУЗе сдают общество знания и физическую подготовку. Интерес к нашему ВУЗу именно вот в этом направлении среди девушек уже, можно сказать, большой. Уже в первые дни поступило 15 заявлений, от чего мы, конечно, не ожидали и что нас действительно очень радует. Подать документы на обучение можно до конца июля. Личные дела абитуриенток оформляются в отделах кадров органов внутренних дел по месту жительства. Вступительные экзамены начнутся уже в начале августа. Вадим Гачков, Дмитрий Глухенький, Первый Приднестровский телеканал.